Всем привет! Это новостной выпуск на канале Smart, в котором мы обсуждаем самые важные новости на рынке недвижимости. Сегодня у нас немножко нестандартный фон, мы снимаем на территории ЖК Риверпарк, но в первую очередь я хотел бы рассказать самую главную новость, это то, что наконец-то недвижимость стала падать. Но, к сожалению, не в ценах, не в цене за квадратный метр, а именно в количественном выражении. Если сравнивать 2022 год, апрель и сравнивать март 2022 года, то мы видим, что у застройщиков выручка очень снизилась и, соответственно, просела на 37% по отношению к апрелю прошлого года. В апреле вообще на первичном рынке заключили всего 9,5 тысяч договоров ДДУ, это практически в два раза меньше, чем в марте этого же года. В годовой динамике снижение составило около 42%, то есть, мне кажется, все же ждали наконец-то, когда пойдет снижение. Но почему-то случилось снижение по количеству квартиры, количество квадратных метров, по количеству квадратных метров снижение составило около вообще 50%. При этом за счет снижения темпов продаж на рынке вообще увеличился выбор наконец-то. То есть, сейчас стало больше предложений, мы видим, что на цене предложений сейчас около 76 тысяч предложений. И самое важное, в апреле начались продажи всего лишь только в 18 корпусах. То есть, если мы возьмем март этого же года, то 27 было, а в прошлом году, в апреле 2021 года, стартануло новых продаж в корпусах в 76 корпусах. То есть, мы можем видеть, что застройщики сейчас не готовы выходить с новыми проектами, не готовы выходить даже со стартом в текущих проектах в новых корпусах, и потихоньку снижаются темпы продаж. Будем следить за статистикой. Я думаю, что апрель, он такой минусовой, потому что так и планировалось. Застройщики с целем были готовы. Март, февраль, январь были рекордными. Поэтому, я думаю, что пока переживать не стоит. Плюс застройщики считают свои не месячные продажи, а квартальные и годовые. С вами Зубик Виктор, канал Смарвел про недвижимость. Давайте поговорим про другие новости в этом же выпуске. Поехали! Вторая новость. Господин Хуснаулин недавно заявил, что он готов предоставить комбинированную ипотеку, и сейчас ее официально подтвердили. То есть, если раньше была льготная ипотека 12 миллионов и ставка 9%, а вообще реальная ставка составляла 8,7, например, при электронной регистрации в том же банке ВТБ, то сейчас, соответственно, нам предложили комбинированную ипотеку до 30 миллионов. То есть, 12 миллионов льготной и 18 миллионов, например, обычной ипотеки, либо ее будут субсидировать застройщик. Но это только Москва, Московская область, Питер и Ленинградская область. И, соответственно, до 15 миллионов в других регионах. При этом льготную ипотеку можно будет получить только, соответственно, как я сказал, на 12 миллионов в Москве, Московской области, Питер и Ленинград, и 6 миллионов в других регионах. Раньше нельзя было сочетать. То есть, если вам нужно 14 миллионов ипотеки, то приходилось уже брать обычную ставку. Сейчас, например, нужно 14 миллионов ипотеки, 6% в первый взнос. Пожалуйста, 2 миллиона можете взять по обычной ставке. Мне кажется, это прекрасная новость для рынка недвижимости. Самое важное, что не государство будет это все субсидировать, а будут субсидировать застройщики. Следовательно, говорить о снижении цен нет смысла, потому что их не будут снижать. Они будут держать текущие цены, но при этом будут субсидировать ставку на этот хвостик. Поэтому, если вы думали покупать недвижимость и ждете, что наконец-то завтра, послезавтра будет обвал у застройщиков именно с льготной ипотекой, то не думайте. А вот если говорить про какую-нибудь вторичку, которая находится за моей спиной, то, скорее всего, она с каждым месяцем будет терять свою стоимость. И, возможно, даже в конце года она будет продаваться на 20-30% ниже рынка, потому что доступности на вторичном рынке, доступной ипотеки до сих пор пока нет. Так что ждем поправок от господина Хуснулина по вторичке. Может быть, и для вторички запустят льготную ипотеку, как говорили несколько выпусков назад. Третья новость, и сейчас уже от Ирека Файзулина. Дело в том, что мы давно обсуждали по поводу налогового вычета и всех вычетов по рынку недвижимости. И сейчас ходят слухи, скорее всего, в ближайшее время уже подтвердят, что будет двойной налоговый вычет. То есть, условно, налоговый вычет вы сможете получить не 260 тысяч, а 520. И, соответственно, налоговый вычет по ипотечным процентам вы сможете получить не 390 тысяч, а 720 тысяч рублей. Но только при покупке новостройки. То есть, если вы купите новостройку, скорее всего, сейчас в льготную ипотеку, и получите ключи, тогда вы получите двойной налоговый вычет. Но если вы пойдете купить старый фонд, то никакому двойному налоговому вычету нет смысла. То есть, как я понимаю, они сейчас в бюджет добавили определенные субсидии, которые идут не только на льготную ипотеку, но и идут субсидии на налоговые вычеты. И это будет, опять же, стимулировать рынок новостроек, про который мы все с вами говорим. Почему я это говорю? Для того, чтобы вы понимали, что действительно происходит на рынке недвижимости. Или есть какие-то хотелки СМИ либо блогеров, которые говорят, что значительно будут снижаться цены. Поясню. По словам Ирака Файзулина, правило расчетно-увеличенного вычета планируется распространять только на будущие сделки исключительно первичного жилья. Министр отметил, что под контролем его ведомства в дальнейшем рассмотрит возможность применения инициативы уже к заключенным договорам, по которым налоговый вычет не был получен. То есть, если вы условно до этого момента купили новостройку, потому что они хотят только для будущих новостроек, которые вы, например, купите в июне, в июле 2022 года. Также еще коснется расходов на аренду, но это пока не точно. То есть, в целом, о фактическом размере повышения вычета мы прогнозируем в районе X2, как я заявил по цифрам, но будем, конечно, смотреть, когда появится действительно законопроект. Четвертая новость. Официально подтвердили ипотеку для айтишников, и Кабмин выделит 1,5 миллиарда рублей в 2022 году на финансирование IT-ипотеки под 5%. Айтишники могут, соответственно, получать ипотеку до 18 миллионов рублей. По оценке властей до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на сумму порядка 240 миллиардов рублей. То есть, средняя сумма, они учитывают там 4-8 миллиона рублей, но вряд ли так получается. Какие условия по IT-ипотеке? 5% ставка, максимальный кредит 18 миллионов для городов-миллионников, 9 миллионов для остальных. 15%, 40 кредитований 30 лет, возраст заемщика 22-45 лет. То есть, если вы айтишник, которому 50 лет, то вы такую ипотеку не получите. И самое важное, средняя зарплата до вычета НДФЛ должна составлять от 100 тысяч в регионах и от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках. То есть, если вы там неофициально работаете как айтишник в IT-компании, что странно бывает, то, конечно, вам никто не даст выгодную ипотеку. Самое важное, если заемщик уволится из IT-компании и устроится в компанию не из списка, да, не из списка IT-компаний, то через 3 месяца ставка вырастет до рыночного уровня, ключевая ставка плюс надбавка 2,5%. То есть, нужно понимать, что данная ипотека – это вот как раз-таки кабала для айтишников, который будет заставлять его оставаться в этой компании. И либо, если он будет увольняться, то ему придется устроиться только в IT-компанию в списке, аккредитованной Минцифрой. Ну, посмотрим, насколько будет работать такая ипотека, с учетом того, что сейчас пик субсидирует под 0,1 или 4,99, ипотека 5% от айтишников до 18 миллионов выглядит так себе. Пятая новость, но коротко про новость компании SmartRant. У меня вышло очень классное интервью на канале Руслана Сухи, рентов, в котором я ответил на вопросы не только про рост или падение цен на рынке недвижимости, а как раз-таки про нашу компанию SmartRant и вообще про то, как ей пришел и почему мы занимаемся арендой. И самое важное, мы на сайте недавно обновили наш пакет Lite, потому что мы видим, что сейчас идет активный спрос недвижимости при покупке субсидированной ставкой на выгодных условиях. Например, мы заметили, что, например, есть такой проект как Forst, у которого ставка там 0,1%, в которую выгодно сейчас инвестировать, особенно если вы инвестируете под аренду. Поэтому, например, наш пакет Lite мы сейчас разбили на два этапа. Первый этап 19 900, в который мы делаем подбор недвижимости, проводим консультацию и помогаем выбрать свой вариант. И дальше уже за второй этап вы оплачиваете только за сопровождение сделки, за проверку договора. И специально на май, именно на май месяц мы сделали 50% скидку, май 50, которая дает вам 50% скидку на первый этап. То есть по факту подбор недвижимости от SmartRant сейчас будет составлять за первый этап всего лишь 9950 рублей. Мне кажется, это очень классное, интересное предложение. Я думаю, вы давно ждали, когда мы сделаем разбивку, когда не нужно будет платить 100% и можно будет прийти в SmartRant с небольшим взносом. Пожалуйста, получайте. Мы как раз-таки доработали наш пакет, доработали условия и поможем вам выбрать качественную новостройку в качестве инвестиций, чтобы вы не потеряли свои деньги и сохранили свой капитал. Кстати, недавно общался с одним клиентом. Он говорит, а можно 8 ипотек 0,1? К сожалению, 8 ипотек нельзя. Можно 5 ипотек взять 0,1 и получить выгодно интересные условия, поэтому оставляйте заявку на сайте SmartRant.com, либо просто по ссылке переходите и приобретайте пакет Lite со скидкой 50%. Количество промокодов мы сделали ограниченное количество, их всего будет 5. 5 промокодов со скидкой 50%. Если промокод не работает, увы, вы опоздали. Шестая новость. Старта продаж. Наконец-то у нас появился старт продаж, и это новый проект от застройщика PIK Polar. Но вообще это не только проект от PIK, это проект PIK вместе с Capital, как я понимаю, потому что там многоэтажное строительство. PIK пока выложил в продажу только несколько корпусов и ценник на студии начинается от 6 миллионов рублей, однушки 9 миллионов рублей с отделкой. Выглядит все прикольно. Станция метро Медведково, дом комфорт плюс класса, то есть это не классическая PIK панель. Рядом парк внутри МКАДа, но есть одно но. Ключи с отделкой вы получите только в феврале 2026 года. Мне кажется, никто не готов инвестировать и получать ключи через 4-5 лет с учетом текущих рисков, с учетом того, что вообще PIK может вообще отменить, потом старт продаж и вернуть вам деньги. Поэтому я бы призадумался. Но, с другой стороны, студия с отделкой в классном доме, который будет делать PIK вместе с Capital и при условии субсидированной ставки 4,99. То есть можно, например, купить со взносом миллион рублей, и у вас будет небольшой платеж. Это интересное решение, если вам нужен именно этот район. Но, как в самом начале говорили, старт в продаж сейчас мало. То есть в апреле только 18 корпусов стартануло. Я думаю, в мае будет еще меньше. Седьмая новость. В Можайском районе возвели еще один кусок промзоны 38 Кунцева в программу индустриальный квартал. То есть что это означает? Наконец на западе появляется все больше точек, где будут появляться новые проекты. Потому что не хватает. Ну и Газабаде на западе новостроек. И, соответственно, включили зону в индустриальный квартал. Речь идет о территории завода электрощит, автоцентра, куска Всероссийского института легких сплавов. Адрес, соответственно, Горбунова 12, Горбунова 8. То есть в целом эти здания все снесут. Девелопер туда инвестирует 34 ярда, создав новое предприятие торговую социальную инфраструктуру. И вообще это не первый участок в программе 38 по программе социальные кварталы, который попал в программу участок с жильем. Будем смотреть за проектом, но, видимо, у девелоперов, у города есть деньги для того, чтобы сносить здания. Надеюсь, что у них появятся деньги для того, чтобы их еще построить. Восьмая новость. Санкции и пакет санкций. Наконец-то мы дождались шестого уже пакета санкций. И, условно, в рамках шестого пакета санкций запретят россиянам приобретать недвижимость в недружественных странах. Мне кажется, люди уже в последнее время стали инвестировать в московскую недвижимость, либо у себя в регионах, потому что стали строить намного лучше, стали строить интересные проекты, да и сейчас выезжать сильно некуда. То есть предложение Еврокомиссии приостановит сделки по собственности с российскими гражданами, резидентами, компаниями, защищая прямую или костную продажу или передачу прав собственности, недвижимости, имущества, расположенности в треерии ЕС, говорится в сообщении агентства. При этом запрет относится только к россиянам, которые не имеют гражданства или резидентства стран ЕС, уточняет Bloomberg. Ну, мне кажется, что вряд ли сейчас россияне хотят массово покупать недвижимость в Евросоюзе, скорее всего, наоборот, хотят массово ее продавать. И мне очень интересно, как это повлияет на российский и московский рынок недвижимости, потому что в целом, если люди продадут там недвижку, то деньги же нужно переложить опять в недвижку. Вряд ли они пойдут в российские акции, либо в ОФЗ, что является более опасным, поэтому это может быть дополнительный приток и укрепление российского рынка недвижимости. Девятая новость. Объем рефинансирования программы реновации в Москве в 2022 году составит 110 миллиардов рублей. Все обязательства перед участником программы будут выполнены в утвержденные сроки, несмотря на изменения экономической ситуации. То есть как раз-таки в РИА новости заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочарев заявил, что ничего отменять не будут, будут строить. Но самое важное нужно учитывать в этой новости, что они ориентируются в рублях, 110 миллиардов рублей. А нужно учитывать, что себестоимость строительства и отделка, а все в основном дома по реновации, они строятся с отделкой, они значительно увеличились. И сейчас огромное количество тендеров, они проводятся, но их никто не выигрывает, потому что себестоимость строительства может быть на уровне тендера. Плюс еще нужно понимать, что провели тендер, построили дом и вы только потом получили деньги. Сегодня для многих москвичей это единственный доступный способ получить свои жилищные условия. Замэра говорит про реновацию, даже в условиях текущей экономической ситуации. Сергей Семенович Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темп реализации этой важной городской программы, но их и нарастить по возможности, ускорив переселение москвичей в новое жилье, заявил Бочарев. Будем смотреть, как будет проходить программа реновации. Я лично убежден, что не стоит инвестировать в старый фонд, который снесут и дальше вам будут по реновации, потому что могут перенести сроки, снизить качество. И нужно понимать, если деньги выделили и нужно построить, например, 8 миллионов квадратного жилья на 110 миллиардов рублей, то придется строить именно 8 миллионов квадратного жилья и снижать качество. Бюджет увеличивать никто не будет. И десятая новость. Мы, как всегда, часто говорим про то, что сейчас нужно покупать квартиры с отделкой, если вы инвестируете и особенно инвестируете под аренду. И на канале Новостроймен я увидел интересное видео с качеством застройщика с отделкой. Мне кажется, можно долго снимать кучу видосов про то, как плохо застройщики передают дома с отделкой. Плюс, я думаю, в 2022-2023 году это еще увеличится, потому что, как мы обсудили, они снижают себестоимость строительства, а цены на стройматериалы растут. Ремонт действительно сейчас космический. Мы недавно считали ремонт в ЖК Новая Рига 25 метров с мебелью под ключ, то есть вот черновой, обходится от 1 до 1,5 миллионов рублей. Если честно, я в шоке при условии того, что это стандартный ремонт, это не ремонт бизнес-класса. Я думаю, сейчас в бизнес-классе на 40 метров вам уйдет минимум 1,5-2 миллиона на ремонт, и еще от полумиллиона на меблировку и отделку. Ну, а с вами был Зубик Виктор, канал SmartPrintVision. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, там больше новостей, больше всяких лайвов. И вступайте в наш закрытый телеграм-чат. Ссылка, как вступить, есть тоже в описании. Жду всех. А с вами был Зубик Виктор, канал SmartPrintVision. Пока.